Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский в студии Гульнуржаке. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. В результате сильного пожара на рынке Алтынарба полностью сгорели три точки общепита. Жертв и пострадавших нет. Это уже второй крупный пожар на карагандинских рынках. Свыше 500 безработных карагандинцев приняли участие в очередной ярмарке вакансий. Для удобства горожан мероприятие провели в одном из торговых домов Караганды. В Караганде прошел отборочный турнир по ЖИК-ПЕЖЕК. Победители примут участие в республиканском чемпионате, который состоится в марте в Туркестане. В результате сильного пожара на рынке Алтынарба полностью сгорели три точки общепита. Жертв и пострадавших нет. Сегодня специалисты противопожарной службы выясняют причину возгорания, а владельцы подсчитывают убытки. Сообщение о пожаре поступило сегодня ночью в час нуль три. На территории рынка Алтынарба произошло горение деревянной обшивки, утеплителя, мебели, оборудования и кухонных принадлежностей в трех кафе быстрого питания. На общей площади 500 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет. Пожар ликвидирован в час пятьдесят два. Специалисты отмечают, что тушение было затруднено конструкцией и тесной застройкой. Конструкция, сами видите, она очень сложная. Это блок контейнеров, тем более два уровня. Также они же не пустые были, в них были оборудование, мебель была. То есть, также от воздействия высокой температуры у нас повредились по шестнему ряду контейнеры. То есть, где-то есть еще дополнительный материальный ущерб, я думаю. Это не первый крупный пожар на карагандинских рынках. В октябре 2020 года на рынке Арай в результате ночного пожара сгорело 14 контейнеров. Расследование показало, что имел место умышленный поджог. Злоумышленники вскрыли один из контейнеров, похитили продукт питания. А пожар устроили, чтобы замести следы преступлений. Причину нынешнего пожара еще предстоит выяснить. Возможно, все дело в неисправной электропроводке. Последний раз рынки пожарные проверяли четыре года назад. В ноябре 2018 года была последняя проверка по своему порядку в области пожарной безопасности. Далее ежегодно с 2019 года по 2021 год проводился аудит в области пожарной безопасности. То есть, раз аудит проводится, мы не имеем права проверять объекты. То есть, это тоже аудит и с аудит. Что значит аудит проводится, не имеем проверять? Как это понять? Это получается, если правильно сказать, частная организация, которая имеет свой сертификат, на основании которого они проводят аудит в области пожарной безопасности. То есть, есть определенные критерии, на основании которой они проводят проверку, то есть, соответствия и несоответствия данного объекта, и направляют к нам заключение. В администрации сообщили, что, несмотря на случившийся, рынок Алтына-Рба работает в штатном режиме. Пострадавшая территория огорожена, и в ближайшее время начнутся работы по ее восстановлению. Непосредственно здание торгово-фермерского центра Алтына-Рба полноценно функционирует и открыто для посетителей. Александр Целикидзе, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев. Первый карагандинский. Свыше 500 безработных карагандинцев приняли участие в очередной ярмарке-вакансии. Для удобства горожан мероприятие провели в одном из торговых домов Караганды. Городские власти уже давно отказались от идеи организовывать ярмарки-вакансии в центре занятости. Большие торговые центры, которые посещают большое количество людей – вот главные места проведения таких мероприятий. На ярмарку пригласили потенциальных работодателей, представителей крупных предприятий города. Для удобства соискатели установили стенды с дополнительной информацией по вопросам трудоустройства. Мы сегодня выбрали специальный торговый дом Таир, потому что именно субботний день наши горожане приходят за покупками и здесь могут посмотреть о свободных паканках, которые у нас есть в Карагандии. Сегодня 20 предприятий участвуют на этой ярмарке. У нас по городу где-то более 2000 вакансий разных специальностей. И вот каждый человек, который сегодня посетил ярмарку, может посмотреть и выбрать ее работу. Одни из участников ярмарки – представители компании «Карагандай-энергоцентр». Безработным они предложили 14 вакансий. Предприятию необходимы квалифицированные рабочие – машинисты турбин, электромонтеры, мастера и другие. На предприятии мы очень рады принять новых, потому что у нас адаптационная программа есть. За новым прикрепляются наставники, как бы их ведут, вначале вводят курс, проходят видеоролики. Наставничество сейчас у нас практикуется, социальный пакет, постоянная заработная оплата. Все желающие получили консультации по направлениям общественной работы, социальные рабочие места, краткосрочное профессиональное обучение, а также предоставление государственного гранта на реализацию новых бизнес-идей. В прошлом году гранты в размере 580 тысяч тенге получили 119 человек. В нынешнем году планируется выдать 100 грантов в размере 400 минимальных расчетных показателей. Также вот сюда было приглашено, кто состоит на учете службы опробации, изместившей свободы, чтобы в дальнейшем этим людям оказать содействие в дальнейшем их трудоустройстве, чтобы они напрямую с работодателем могли уже встречаться и посмотреть каждую вакансию. Также на сегодняшний день по городу Карганде у нас свыше 2000 свободных вакансий есть, где можно посмотреть также в Ембеке-Кизете, где размещены это все, также можно посмотреть на сайтах центра занятости, также прийти в центр занятости, где расположен бухажерописет 1-4, на первом этаже на полную консультацию, где можно это все получить информацию. Организаторы также отмечают, что продолжается обучение востребованным профессиям по заявкам работодателей. На сегодня 54 организации подали заявки на 23 специальности. Тем, кто будет обучаться, гарантирована стипендия и материальная помощь на медицинский осмотр. Андрей Теннер, Римандоголев, Андрей Тимофеев, 1-й Каргандинский. Различные дерматиты, аллергическая крапивница и отек к венке. Это наиболее распространенные заболевания, которыми страдают жители Карагандинской области. В областном аллергологическом центре рассказали об уникальных методах лечения. Карагандинские врачи отмечают, что больных с аллергией становится все больше. Самая распространенная патология – это аллергический ренит или сезонная аллергия. Ею чаще всего люди страдают летом. Зимой обычно обостряется апатический дерматит. Обострение идет в летний период времени, поэтому профессия аллерголога более сезонная считается. Летом очень большой поток пациентов именно с обострением аллергического ренита, сезонной аллергии. А зимой идет обострение атопического дерматита. Зимой мы делаем кожные пробы. Зимой мы уже более с диагностикой аллергического ренита занимаемся. Многие из этих болезней можно лечить в условиях дневного стационара бесплатно по ОСМС. Согласно 669 приказу у нас в рамках ОСМС можно бесплатное лечение получить в дневном стационаре с диагнозами атопический дерматит, дерматит неуточненный, инфекционный дерматит, лишай, аллергическая крапивница. Ну, во-первых, у пациента должны быть отчисления в ОСМС. Если у него есть отчисления, то уже здесь он получает первичную консультацию дерматолога или аллерголога. Далее мы проверяем по базе КМИС. Если он застрахован, то получает лечение в дневном стационаре бесплатно. Медики также отмечают, что в последнее время очень часто стала встречаться аллергия на косметику у женщин. Аллергия на косметику очень часто встречается. В основном это по-медицински называется аллергический контактный дерматит. Что я советую? Пользоваться только одобренными линейными косметиками. В аптеках очень много косметики, именно предназначенной для атопической кожи, для раздраженной кожи. И очень внимательно читать состав косметики. Так этого полностью глобально не избежать, конечно, но надо быть очень внимательным. Еще одно аллергическое заболевание, которое довольно распространено среди населения, это так называемая аллергия на солнце – фотодерматит. Эта болезнь также неизлечима полностью. Врачи рекомендуют избегать прямого контакта, а также пройти симптоматическое лечение. Александр Цирикидзе, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Очередное постановление о смещении карантинных мер подписал главный государственный санитарный врач Карагандинской области. В приложении «Ашек» исключен желтый статус. Кроме того, разрешено движение пригородных пассажирских поездов и движение пассажирских поездов с общими вагонами. Постановление вступило в силу с сегодняшнего дня. В Карагандинской области продолжается стабилизация эпидемиологической ситуации. За прошедшие сутки в регионе выявили всего 20 новых больных коронавирусной инфекцией. При этом выздоровели 35 человек. Наш регион продолжает пребывать в зеленой безопасной зоне. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения – 10 614. Больных с симптомами 83%, бессимптомных вирусоносителей – все также 17%. Продолжается массовая вакцинация населения. Первым компонентом привито 74% подлежащего населения. Полный курс вакцинации получили 66% взрослых жителей области. К другим новостям. Новые размеры утильсбора объявили в Казахстане. На все виды автотранспорта и сельхозтехнику ставку снизили на 50%. Отечественные производители и вовсе освобождены от него полностью. Вместе с тем государство приняло программу льготного автокредитования. В Казахстане снизили ставки утилизационного платежа наполовину. При этом принято решение об обнулении утильсбора на кабельно-проводниковую продукцию, на рекреационную технику – это квадроциклы, снегоходы и болотоходы. По словам чиновников, утильсбор в настоящее время является инструментом защиты внутреннего рынка, который используется и в других странах. Механизм уплаты сбора для отечественных производителей пока остается прежним. Производители Российской Федерации пользуются аналогичным механизмом в Российской Федерации. Аналогичным механизмом. Еще больше пользуются господдержки. Она в чем выражается? Первое. Если в случае Казахстана сначала производитель отечественных платит, потом свои же деньги, повторяемся, свои же деньги обратно получает, в Российской Федерации не платит, свои деньги обратно не возвращает. Он вообще не платит. Методом зачета это и называется. Просто бумагу показывают, вот мы произвели. Вы нам засчитаете, что мы заплатили утильсбора. Возможно, подобный метод появится и в Казахстане, отметил вице-министр. Когда именно новые ставки начнут действовать, чиновники не озвучили. Все документы должны пройти утвердительные процедуры. Пока же срок определен серединой апреля, началом мая. На отечественный автомобиль он никак не повлияет, поскольку, как уже было сказано, в стоимость отечественного автомобиля, в стоимость утилизационного сбора не сидит. Другой вопрос. На импортную технику, вот еще раз попросим средств массовой информации, пожалуйста, проверьте, импортная техника сейчас сколько стоит, импортная машина, и будут ли они снижать на такую же сумму, после того, как мы утильсбор снизим. Для населения, для народа снизят, или же просто вон ту маржу, которую от утильсбора сэкономили, просто себе оставят тилеры. Этот вопрос тоже, на наш взгляд, дополнительный вопрос, который подлежит общественному мониторингу. Вместе с тем озвучена максимальная сумма по новой программе льготного автокредитования. Это 10 миллионов тенге. Льготный автокредит под 4% без первоначального взноса на очень дорогие автомобили не предоставляется. На новую программу льготного автокредитования будет выделено 100 миллиардов тенге. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. В Караганде провели Олимпиаду по казахскому языку и литературе. В школьном состязании приняли участие 123 школьника старших классов общеобразовательных школ и специализированных школ-интернатов в Карагандинской области. В школе имени Нурмакова в честь заслуженного преподавателя Лязад Баишевой прошла ежегодная областная олимпиада по казахскому языку и литературе. В интеллектуальном состязании приняли участие свыше 100 учеников старших классов со всех районов области. Эта областная олимпиада по казахскому языку и литературе занимает особое место, ведь она проводится в честь Лязад Баишевой. Многие нынешние преподаватели связаны с заслуженным учителем. Олимпиада проводится уже четвертый год подряд. В первом отборочном туре участники напишут эссе по заданной теме. Во втором школьникам будут предложены задания по грамматике и вопросы, связанные с литературными произведениями. Вдобавок вопросы по биографии заслуженного преподавателя Лязад Баишевой. Основная цель этой олимпиады – выявление талантливых учеников нашей области. Занявшие призовые места на олимпиаде получат путевку на республиканскую олимпиаду имени Канепы Бетибаевой. Олимпиада ставит своей задачей привить школьникам любовь к казахскому языку и литературе. Благодаря таким мероприятиям учащиеся повышают уровень владения языком и обогащаются знаниями, заявляют педагоги. Победители олимпиады будут награждены грамотами и дипломами, а также примут участие в республиканской олимпиаде, которая пройдет весной в Усть-Каменогорске. Александр Цирикидзе, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Далее о спорте. В Караганде прошел отборочный турнир по ЖИК-ПЕЖЕК. Победители первенства примут участие в чемпионате Казахстана по национальному виду спорта, который состоится в Туркестане. В преддверии юношеского чемпионата Казахстана по ЖИК-ПЕЖЕК стартовал отборочный турнир в Карагандинской области. В боях принимают участие сильнейшие спортсмены из всех районов области. В общей сложности 12 команд и более 150 спортсменов. Данный чемпионат проводится в области первый раз. На чемпионат участвуют на сегодняшний день регионы, со всего региона нашей области, районов, городов. Балхаш, Приозерск, Садпаев, Жизгазган, Тимиртау, еще другие города. Один из участников – Данил Рыскулов. Этим видом спорта он занимается на протяжении 7 лет. В копилке юноши призовые места соревнований различного уровня. В будущем он намерен выступать в профессиональной лиге ММА. А пока его цель – стать победителем этого турнира. Хотелось бы занять первое место. Хорошая организация, красивые бои. Мы ждем лучшего. ЖИК-ПЕЖЕК – вид спорта, в котором допускается использование технических приемов и зароснования различных единоборств, таких как борьба, кикбоксинг, бокс и многое другое. Сегодня в Карагандинской области национальные виды спорта активно развиваются. ЖИК-ПЕЖЕК – это наш национальный вид спорта. Каждая страна развивает свой боевой вид спорта. И, соответственно, мы тоже вкладываем усилия на развитие нашего национального вид спорта ЖИК-ПЕЖЕК. Цель турнира – сформировать сборную команду Карагандинской области, которая примет участие в республиканском чемпионате. Он пройдет в середине марта в Туркестане. В Караганде прошел открытый областной чемпионат по хоккею среди юношей. Турнир посвящен памяти заслуженного тренера Владимира Карасева. Среди шести команд победителями турнира стали юные хоккеисты из Узкаминогорска. Юные хоккеисты из Нур-Султана, Алматы, Узкаминогорска и Караганды пять дней вели ледовые баталии. По итогам матча сильнейшими оказались спортсмены из Восточного Казахстана, команда «Торпеда». Стоит отметить, что Узкаминогорск уже не одно десятилетие славится своей хоккейной школой. Серебряные медали турнира достались столичной команде «Борыс». Замыкают тройку лидеров местные хоккеисты – карагандинская команда «Юность». Прошедший чемпионат был посвящен памяти заслуженного тренера Владимира Карасева. Более сорока лет он отдал развитию хоккея в Карагандинской области. Воспитал плеяду спортсменов высокого класса, ставших ведущими игроками команд Казахстана, России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Сборная Республики Казахстан под его руководством дважды завоевывала звание чемпионов мира среди молодежных команд. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Карагандинской области завтра, 1 марта, запустят системы оповещения. Звуковые электросирены заработают в 10.00. Их включат по сигналу «Внимание всем!» для проверки готовности систем оповещения территориального уровня. Департамент по чрезвычайным ситуациям просит жителей области сохранять спокойствие и не поддаваться панике и слухам. Это были все новости на сегодня. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. Полный выпуск новостей вы можете посмотреть на официальном сайте канала в социальных сетях. Всего доброго! Субтитры подогнал «Симон»!